Девушки отдыхают Дают шанс на жизнь и избавляют от боли. Сегодня профессиональный праздник анестезиологов и реаниматологов. После операции самое главное, чтобы больной проснулся, чтобы он самостоятельно задышал. Главное не просто открыть школу гимнастики, главное воспитать там чемпионов. Интервью с Ириной Чащиной. Расслабляться нельзя. Если мы хотим наших чемпионов в Барнауле выросли, то мы должны постоянно их стимулировать. Это информационный канал «Город» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. 1 декабря движение автотранспортных средств по Старому мосту возобновится. Однако ездить по нему пока смогут не все. Сегодня градоначальник Игорь Савинцев провел здесь выездное совещание и пообщался с дорожниками. За диалогом наблюдал наш корреспондент Алексей Янкин. Старый мост закрыли еще в мае. Напомним, городские власти пошли на такие меры из-за обрушения дорожной плиты. Эксперты в один голос тогда заявили, коммунальный мост эксплуатировать нельзя. Необходимо полностью произвести обследование всего моста. Это и стакадная часть, и две, и проезжую часть. Это потребуется как минимум два месяца. Рабочие зашли на мост в сентябре. Раньше нельзя было. Эксперты вели обследование конструкции. Сейчас ремонтные работы приближаются к своему экватору. Усиленным монолитным бетоном крайние плиты моста отремонтирована часть деформационных швов. Остается сделать ремонт парапетных блоков, положить асфальт, подновить тротуар, частично заменить и покрасить перила. У мостовиков все идет по плану. Об этом они рассказали мэру Игорю Савинцеву. Напомним, из казны Барнаула на Старый мост было выделено почти 11 миллионов рублей. Мы до 1 декабря выполним весь комплекс объемов работ в пределах той договорной цены и тех объемов работ, на которые мы сегодня имеем контракт. Таким образом, 1 декабря движение по Старому мосту должно возобновиться. Однако правом проезда будут обладать далеко не все транспортные средства. Таково требование проектировщиков. Дали заключение, что воздержаться от того транспорта, который, как говорится, сверхтяжелый. Это вот те тонары и так далее. Поэтому мы определяем, что легковой транспорт 100% плюс газели. То есть ограничение до 10 тонн. Преградой для машин свыше 10 тонн будут специальные рамки. Их скоро построят возле ГП и перед выездом на мост со стороны города. Сколько продлится такой режим, пока неизвестно. Известно одно. В ближайшие три года будет сделан капитальный ремонт Старого моста. Основная задача городских властей – найти источник финансирования, поскольку своими силами Барнаула вряд ли справится. По неофициальным данным, смета на капитальный ремонт Старого моста может достигнуть суммы в 500 миллионов рублей. Благоустройство на месте ремонтных работ инженерных сетей должно быть восстановлено в срок. Контроль за этим вопросом службы города призвал усилить мэр Игорь Савинцев. Действительно, в этом году в Барнауле особенно много копали. Энергетики ремонтировали тепловые сети. Газовики расширяли распределительную сеть города. Перекопом подверглись проспект Комсомольский, проспект Ленина, улица Попова, Малахова, улица Мира в поселке Центральном и другие. Всего порядка 80 участков. На некоторых и сегодня благоустройство не восстановлено. На нерадивых руководителей составлены протоколы об административных правонарушениях. Сегодня благоустройство не восстановлено на улице Малахова, 50 лет СССР, улице Мира и Островского. По информации председателя комитета по энергоресурсам, все организации обещали устранить перекопы в ближайшее время. До конца недели по Островскому мы закончим. Ну а эти, как я уже сказал, 50 лет СССР, значит, мы на этой неделе должны закончить. Ну и на Малахово мы на следующей неделе полностью все закончим. На улице Мира там, значит, идет сейчас обратная засыпка. Значит, асфальтовые работы мы там выполнили. Значит, я думаю, на этой неделе, ну, во всяком случае, до середины следующей недели мы там закончим все работы. Продолжим. Они защищают людей от боли. Сегодня профессиональный праздник тех, кто дает надежду на выздоровление и спасает жизни. Но при этом практически всегда остается в тени. 16 октября отмечает Всемирный день анестезиолога. Татьяна Гладкова узнавала, кто все-таки главный в операционной. Вчера пациенту диагностировали опухоль трахеи. Сегодня рано утром его срочно доставили в операционную. В случае экстренный мужчина начал задыхаться. Дыхательные пути перекрыты. За действиями хирурга наблюдают врачи-анестезиологи. Они не просто готовят пациента к операции и вводят наркоз. Они следят за показаниями приборов, самочувствием больного, предупреждают болевой шок, остановку сердца. А при необходимости именно они проводят реанимацию. Иными словами, вытаскивают людей с того света. Когда выбирают, у кого прооперируется, правильно выбирают у хирурга. Но часто забывают, что еще и наружу анестезиолог, который стоит в операционной, как ангел-хранитель. И защищает больного от боли и от хирурга. Мы ему говорим, подожди, не оперируй. Подожди, пока это не делай. В отделении анестезиологии реанимации Краевой клинической больницы за год проходит примерно полторы тысячи пациентов. Операции ежедневно идут и в других отделениях. В среднем за сутки анестезиолог помогает от 10 до 16 пациентам. Именно эти врачи решают, будет операция или нет, перенесет ее человек или не перенесет. И если все в порядке, за дело принимается хирург. В принципе, это всегда команда. Анестезиолог и хирург. Они должны быть в связке во время операции. Поле того, после операции, самое главное, чтобы больной проснулся, чтобы он самостоятельно задышал. Чтобы анестезиолог был уверен в том, что после того, как анестезиолог его покинет, значит, с больным будет все в порядке. Сейчас в Алтайском крае трудится примерно 500 анестезиологов-ренематологов. Не хватает еще около 300 специалистов. Их называют врачами особого назначения. Они не дают надежды на выздоровление. Они дают шанс на жизнь и избавляют от боли. Татьяна Гладкова, Андрей Печоркин, информационный канал «Город». Героиня нашего следующего сюжета по специальности массажист. Но большую часть свободного времени проводила не в поликлинике, а на собственной кухне. Причем готовила далеко не вкусные лакомства. Что получается, когда человек занят не своим делом, расскажет Галина Юмашева. Глубокая ночь. Из кухонного окна этого дома льется свет. Здесь полным ходом идет приготовление снадобья со вкусом шоколада. Только вряд ли этот продукт можно назвать сладким. Скорее он горький, вредный и опасный. В своей квартире она, можно сказать, что организовала целую лабораторию. В кустарных условиях она изготавливала курительные смеси, смешивала компоненты, которые получала по почте. Рецепт приготовления, хранящийся в семейном компьютере женщине, вероятно, оставил муж. Он уже прошел все стадии наркобизнеса и теперь отбывает наказание. У данной женщины супруг, недавно привлечен органами внутренних дел к ответственности и осужден за сбыт наркотиков синтетических, также в особо крупном размере. Судя по реакции массажистки на задержание ее сотрудниками наркоконтроля, такого исхода событий она ждала. Чтобы побыстрее встретиться с любимым мужем за колючей проволокой, старалась наготовить побольше наркотической стряпни из химических ингредиентов. Видите, сколько здесь наготовили всего? Для розничных сбытчихов, да? Нет? Для себя пойдет? Ну, для себя. Ведрой. Поварешкой. 8 килограммов смеси, которая должна была стать десятками тысяч разовых доз, изъяли наркополицейские. Такое количество зелья считается достаточным, чтобы массажистка, решившая стать стряпухой, отправилась за колючую проволоку до конца своих дней. Новое законодательство стало менее лояльным к торговцам наркотиками. Галина Юмашева, Николай Шелко, информационный канал «Город». Сегодня исполняется 25 лет краевому отделению общества инвалидов. Алтайская сборная пенсионеров вернулась из Курска, где проходил межрегиональный фестиваль спорта, и о неделе молодого педагога в обзоре социальных новостей. 25 лет исполняется сегодня Краевому обществу инвалидов. Эта организация многие годы работает во благо людей с ограниченными возможностями. Легче сказать, что не делают эти люди, чем перечислить все их обязанности. Это и психологическая консультация семей, где живут инвалиды, и проведение конкурсов, фестивалей, разработка краевых программ по реабилитации таких людей, и создание оптимальных для них условий жизни и помощь при трудоустройстве. Наконец, совместные тематические посиделки и чайпития, где каждый может поделиться и радостными событиями, и тревогами. Кстати, благодаря клубу знакомств «Вера», который работает при обществе, несколько людей с ограниченными возможностями нашли свою вторую половинку. Вы знаете, вроде так громко сказано, реабилитация, интеграция, а мы этим занимаемся. То есть реабилитируем человека. Вот они приходили первое время все с бабушками, процентов 60, с бабушками, с мамами. Потом они стали приходить сами. На днях сборная алтайских пенсионеров вернулась из Курска, где состоялся первый межрегиональный фестиваль спорта, посвященный месячнику пожилых людей. В нашем активе три медали. Елена Кисер принесла команде серебро в дарте, уступив лишь хозяевам. Галина Старостина заняла третье место в соревнованиях по настольному теннису. Татьяна Черненко также была третьей в шахматах. Участники отмечают, опыт соревнований такого уровня бесценен. Ведь для многих пенсионеров это уникальная возможность не только показать свои физические возможности, но и завести новых друзей, да и просто попутешествовать. Соперничество было это неоднозначно. Между всеми командами соперничества. Но и в то же время доброжелательность, поддержка. Неделя молодого педагога проходит в Барнауле. Сегодня наша съемочная группа побывала на одном из обязательных мероприятий программы. А именно на открытом уроке истории. Вместе с пятиклассниками мы прослушали увлекательную лекцию об искусстве древнего Египта. И узнали много нового об этой культуре. Например, как в пустыне были построены гигантские каменные пирамиды. Почему фараоны еще при жизни готовили себя к загробному миру. И как удалось древним художникам разрисовать многочисленные коридоры гробниц в полной темноте. В этом мероприятии я участвую впервые. Оно мне очень нравится. Началось это мероприятие в субботу, 12 октября. Молодые педагоги приняли участие в спортивных соревнованиях, посвященных Олимпиаде 2014. И в субботу тоже планируется закрытие этой недели. Маргарита Белова, Николай Шилко, информационный канал «Город». Эту тему мы сегодня продолжим обсуждать с гостем нашей студии Натальей Владиславной Полосиной, председателем комитета по образованию города Барнаула. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, охотнее ли сегодня молодые педагоги идут работать в школу? Ведь не секрет, что многие выпускники педагогических вузов не торопятся становиться учителями. К счастью, выпускники педагогических вузов идут в школы. На сегодняшний день в школах города работают 134 педагога, вновь пришедшие и посвятившие себя профессии учителя. Идут и остаются. С прошлого года у нас осталось 105 человек. Я думаю, что это процентов 70 от того количества, которое пришло в прошлом году ребят. Это хорошо. Это замечательно еще и в том плане, что молодой педагог более гибкий и более приближен к тем ребятам, которые обучаются сейчас в школе в плане подготовки и информационной, и любой другой. И вообще, вы знаете, поверьте моему опыту учителя, молодого педагога очень любят малыши и старшеклассники тоже. А что необходимо молодому педагогу, чтобы стать участником вот такого традиционного конкурса, или как правильно называется, традиционной недели? Прежде всего желание. Желание что-либо постичь в любом виде. Будь это самообразование, будь это некая конкурсная программа или постижение опыта других педагогов. Вот именно в этом плане мы постарались построить и нынешнюю неделю молодого учителя. Вообще, встречи с молодыми педагогами у нас проходят традиционно. Мы их проводим и осенью, и в марте месяце, когда уже есть некий накопленный опыт у молодых педагогов. Вот в этом году что мы предложили ребятам? Мы им предложили прежде всего начать с открытых уроков. Открытые уроки у нас были проведены прежде всего лауреатом российского конкурса «Учитель года» Алексеем Лисиным, учителем информатики 124-го лицея. Кроме того, лауреат конкурса «Учитель года» Олег Олейник из 72-й школы также провел целый цикл уроков. Это учитель истории. Достаточно молодой, но уже достаточно известный человек в городе Барнауле. То есть мы показали ребятам то, насколько молодой учитель может быть компетентен и может быть образован именно как учитель. Мы в этом году дали возможность ребятам, которые являются молодыми учителями и работают уже второй-третий год, показать свое педагогическое мастерство. Судя по тому, чем занимаются молодые педагоги на протяжении этой недели, они должны обладать не только хорошими знаниями своего предмета, но и неплохими физическими данными. И физическими данными, хорошими или неплохими, скажем так. Здесь они уже даже не играют столь большую роль, а играет хорошее настроение и молодой задор. Да, то мероприятие, которое было посвящено открытию недели молодого учителя и прошло в 118-й школе, оно действительно было направлено в спортивное направление, оно было достаточно интересным и состязательным. И ребят, наверное, больше сблизило, нежели разъединило на команды. Вот победила дружба. А по результатам этой недели молодые участники получат какие-то призы? Получат призы. Кто-то получит денежное поощрение, кто-то получит моральное удовлетворение и некий приз за то, что он поучаствовал в неделе молодого учителя. Вы отлично сказали. Победит все-таки дружба наверняка. Победит наверняка дружба, потому что чем больше мы будем привлекать ребят именно к этой общей деятельности, я думаю, выиграют от этого все. Ну и в целом, как вы считаете, что нужно все-таки предпринять, чтобы молодые педагоги оставались в школе и хотели работать? Нужно очень четко оценить, насколько тебе комфортно в классе у доски под прицелом взглядов ребятишек. А они всегда очень пытливые и очень умные и ждут от тебя чего-то неожиданного. Вот к этому надо быть готовым. Это первое. Второе. Это, конечно же, то, о чем мы, наверное, имеем в виду все, это материальные составляющие. На сегодняшний день заработная плата молодого педагога имеет несколько составляющих. То есть то, что он получает за проведение часов и за количество детей, которые у него обучаются в классе. Второе. Это доплаты в первый год его работы. И, конечно же, возможность проявить себя и получать стимулирующие выплаты после того, как он полгода отработает. Это первое. И второе. В этом году, не в этом году, а сейчас, в наше время, молодые педагоги имеют право пройти аттестацию на категорию. И, естественно, получать уже более серьезные выплаты после первого года работы. То есть все в твоих руках. Спасибо вам за встречу. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня гость нашей студии Наталья Владиславовна Полосина, председатель комитета по образованию города Барнаула. В обзоре событий культуры сегодня еще раз о долгожданной премьере в Театре музыкальной комедии. Напомним, уже в эту пятницу здесь открытие нового творческого сезона. Об этом не только. Далее. Человек из Ла-Манчи совсем скоро предстанет во всей красе. Мы имеем в виду и оформление сцены, и костюмы, и звуковое сопровождение. Остался один день, и 54-й по счету театральный сезон в мускомедии открыт. Откроет его история о том, как тяжело жить человеку, не согласному с законами общества, как в многообразии пороков и соблазнов оставаться преданным своей мечте. Роль главного героя Дон Кихота досталась двум артистам театра – Максиму Вехову и Юрию Голубеву. Санчо Панса сыграет Басов и Селюков. А вообще хотим порадовать поклонников творчества местных актеров. В разных составах задействованы практически все. 18-го – первая премьера. После следите за афишами. Переходим к теме для нас менее любопытной, но для многих важной и значимой. В библиотеке имени Шишкова накануне началась научно-практическая конференция. Тема звучит так – краеведение – потенциал развития в 21 веке. В работе принимают участие ученые, специалисты вузов, общественных организаций более чем из 20 регионов России и Республики Казахстан. В числе вопросов довольно актуальные для современного мира. Проблемы авторского права, краеведения в эпоху интернета и другие. Завершится научно-практическая конференция в эту пятницу. Будут выездные мероприятия. Это экскурсия по городу, который нам помог организовать музей-город. И выездное заседание нашей конференции в Межпоселенческой библиотеке из села Сростки и музее Шукшина. Напоследок – очаровательные котики в современной живописи. Художник-анималист Валерий Хлебников своего первого кота нарисовал еще в три года. Каждая его работа рассказывает историю. В них есть и скрытые смыслы, и ирония, и чего совсем не ожидаешь от рисунков с котами и прочей живностью – удивительная глубина. Звери Хлебникова наделены всеми чертами человеческих характеров. А вообще они просто заражают добротой и хорошим настроением. Елена Кузовкина, информационный канал «Город». Сегодня большинство российских болельщиков обсуждает приятную новость. Впервые за 12 лет российская сборная по футболу завоевала путевку на чемпионат мира. В решающем матче с командой Азербайджана, за которым любители футбола наблюдали сегодняшней ночью, Россия сыграла в ничью 1-1, завоевав тем самым первое место в группе. Сам чемпионат мира состоится летом следующего года в Бразилии. Насколько значимо для барнаульцев достижение нашей сборной? С этим вопросом мы вышли на улицы города. Вообще-то я всегда футболом интересуюсь. Мне будет очень приятно видеть нашу сборную в финале. Ну хорошо, молодцы. Молодцы. Дай бог, что они выиграли. Хотя бы в полуфинал зашли бы. Я как бы не слежу за футболом, но все равно интересно. Иногда бывает посмотреть чемпионат, красивую игру. Если они покажут, я буду рад. Буду болеть, если выйдут в финал. Я не верю нашей команде. Просто не верю. Просто это очередное разочарование. Конечно, я помню тот день, как раз это были, я сейчас скажу, это выпускные баллы были. В ту ночь они взяли четвертое место на Европе. Тогда была радость. Все поверили. Но они не оправдали своего доверия. Я лично горд не только за нашу футбольную команду, я горд за Россию. Сколько было проигрышев. Но я думаю, в следующем году они выиграют. Продолжим спортивную тему. Наш сегодняшний обзор состоит в большей степени из интервью с Ириной Чащиной. Основательница школы художественной гимнастики своего имени вырвалась на денек в Барнаул, с которым ее уже полгода связывают осознанные спортивные отношения. Серебряный призер Олимпийских игр мечтает поднять новое поколение спортсменов высокого уровня. Получилось достаточно спонтанно. И мне хотелось приехать, посмотреть, как идет процесс тренировок, как вообще работает школа, чтобы не ограничивались тем, что открыли школу и все, и бросили ее. Мне хотелось приехать поговорить по поводу тренировок, как видят тренеры дальнейшую работу школы, что бы они хотели, каких бы звезд они хотели видеть с Москвы. Может быть, мастер-класс, может быть, выезд на какие-то соревнования. То есть мы хотим составить график, хотим составить план и понять дальше, как уже будем совместно работать. В начале ваших занятий вспоминаются такие случаи, когда в школу кто-то тоже действительно заходил, приезжал, и вы девчонками все очень удивлялись? Знаете, было редко, но в основном это были соревнования, когда выезжали, видели своих кумиров. Конечно, это был большой стимул для нас, хотели равняться. Поэтому я считаю, что это очень важно, а детишкам хотя бы два раза в год привозить каких-то чемпионов, которых они хотели бы видеть, пообщаться с ними. Все равно живая звезда для них. Мне кажется, это очень хороший стимул. Ну а потом они же выезжают тоже на соревнования, вот сильнейшие. Не видят там, хотят равняться. Но стимул должен быть всегда, потому что они приезжают в соревнования, тренируются здесь, может быть, полгода. Бывает такой период, когда никуда не выезжают, никого не видят, да, и немножко как бы начинают уже пасовать, там, расслабляться. Расслабляться нельзя. Если мы хотим наших чемпионов в Барнауле вырасти, то мы должны постоянно их стимулировать. Сейчас новые правила, новая программа, новые композиции составляют. Но каждый год, когда проходит турнир, у нас получается что-то новое. Либо новые звезды привозим, либо какой-то галоконцерт делаем. То есть не стоим на месте, все время двигаемся вперед. И хотим какую-то фишку придумать в этом году на соревнованиях. Может быть, не знаю, не хочу карты пока открывать. Шесть золотых медалей привезли алтайский тэквондист из детско-юношеского Кубка Сибири. В Новосибирске Алтайский край представили бойцы клуба «Энергия». Шесть золотых, восемь серебряных и четыре бронзовых медалей. Абсолютной чемпионкой среди девочек стала Екатерина Усольцева. Заняла первые места по технике и в личном спарринге. Золото и серебро взяла девятилетняя спортсменка Вероника Мажидова. Среди юношей победу одержал Артем Масошин, выполнив норматив кандидата в мастера спорта. Юрий Борлис, Александр Морозов, информационный канал «Город». И о погоде. В четверг в Барнауле и юго-западной порывистый ветер. Остолбик термометра опустится еще ниже. По-настоящему мороз на ночью до минус четырех, обещают синоптики. Днем пока стабильно плюсовые температуры до семи выше нуля. Спасибо, что остаетесь с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова